МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ты заходи, не мазь здесь менток. Давай, давай. Здорово. Здравствуйте. Чем могу вам помочь? Слышь, красопеда, тут вопрос есть, к тебе есть, короче. Ты же в медицине волочешь. Волоку? Ага, волочешь. Волочешь. Короче, такая тема. Вот если когда бежишь, вот тут вот колет. Это что значит? Вы спортсмены? Ага, какие нахрен спортсмены? Мы ни одного ботана на районе догнать не можем. И мобилы у него отжать. Да ладно, тихо. Спортсмены. И у нас именно эти показатели падают. Ага, падают. Знаете, я не врач, но могу предположить, что это печень. Печень? Блин, я тебе говорил, пивас паленый. Ё-моё. Да не, Крулый, походу это из этих семах, которые мы жрем постоянно. Ты что, гонишь? Семки это вообще натуральный продукт. Ну да. Скажите, а вот если там, ну типа присел такой, резко встаешь, и так голова начинает кружиться. И звезды такие, шарики разные цветные. А, это давление. Давайте померяем. Давление, понял. Это походу как у моей бабушки. Готовься борзый. Скоро у тебя на дождь ногу крутить будет. Не надо меньше мерить. А есть таблетки от этой фигни? Да, таблетки, да. Вы знаете, ну вам нужно пройти курс лечения, вот, вам вот эти таблеточки, а вам вот эти. Ага. И во время курса лечения никакого пиваса. Чего? Да. Неделю без пиваса? Да. А можно я сразу все таблетки съем за один раз, чтобы быстрее подействовало? А, нет, нет, нужно принимать таблетки, как написано в инструкции. Ладно, борзый, давай по инструкции. По инструкции. Все, спасибо, красопета, давай. А деньги? Какие деньги? Это по программе помощь малоимущим. Ты же давала Гиппократу клятву? Ага. Если не подействует, мы вернемся. Поняла? Ну, мы знаем, где ты работаешь. О, здесь она, заходи. А, здорово. Что, не помогло? Так, помогло, все в порядке. Смотри, какие мы с борзым бодрячки, а? Я сейчас любого ботана могу нас на районе догнать, забрать мобилу, побежать в ломбард, идти ему еще на голову навалять, и никакой отдышки, и ни голова не кружится. Так что ты, короче, вообще молодца. Спасибо. Мы с борзым решили тебя именно отблагодарить. Да. Вот это вот тебе мобила. Да, только там зарядки нету, ну, а так он почти новый. Ну, экран поменяешь, и все, карточку вставила и звони. А, и еще, если кто-то на районе будет прессовать, ты сразу говори, что ты тусуешься с горзым и с круглым. Все, они сразу отстанут. Поняла? Да. А, и еще. Дай руку. Короче, ты нам нравишься, малая. Ну, все, давай, пошли. Там есть кто-то, бежать будет, да? Да, по-другому курсу, ну, да. Классная тетяка. Ой. Да. Можно, доктор? Можно. Заходи. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, что у вас болит? У нас все болит. Нам нужно моего мужа определить к вам больничку. А что с ним? У него сотрясение мозга. И ушиб грудной клетки. Да. Так вам на рентген нужно срочно. Я вам так без рентгена скажу. Второе и седьмое ребра, и ушиб... Грудной клетки. Грудной клетки. В таком случае вообще надо в стационар, и это срочно? Нет, 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 нам не срочно. Через две недельки у моего мужа будет день рождения. Да. И он обязательно напьется до состояния травмы головного мозга и ушиба ребер. Напьешься же? Ну, когда я тебя подводил. А потом, вот эти очереди, лекарств нету, ну, вы сами знаете. Ну, я-то знаю, но... А может, ваш муж просто не будет напиваться? Это мы пробовали, но тогда его на баб тянет. А в этом случае реанимация. Как реанимация? Ну, я-то себя знаю. Подтверждаю. Так что, определяйте нас сюда, а мы обещаем, через две недели мой муж явится со всеми перечисленными травмами. Как штык. Угу. Только можно, пожалуйста, отдельную палату? Все-таки юбилей. Спасибо, любимая. Постараемся. Еще нужно в милицию зайти и на всякий случай забронировать камеру. Одиночную. Спасибо. Все, счастливо. Через две недели буду, так что запасайтесь лекарствами. Прикинь, Маруся, как бывает. Извините, а где у вас окулист? 14 кабинет, а что случилось? Ничего. Вот, медсестру за папку ущипнул, а я-то себя знаю. Дал слабину. Ты видела, как я его подрезал? Он сразу в кусты уехал. У меня, ты череп внутри реально крутой. Ну, уж так ездят только реальные чуваки. Здравствуйте. Здрасте. Что вам? Дай нам презерватива в пачку. Сегодня один жеребец будет подкатывать к своей кобылке. Чего у вас-то тут воняет какими-то препаратами? Что? Фу, воняет препаратами какими-то, мне прям тошнит сильно. Что? Я не слышу ничего. Я тоже. Что? Ты что, сейчас это? Тошнит ее, прикинь? Не, я, конечно, отъездил уже, сколько, 12 лет в селе и чувствую только запах бенза. Но сейчас реально ничем не воняет, скажи. Ну, да. Знаете, если вам чем-то пахнет и вас, как вы выразились, тошнит, то, скорее всего, может быть, я не уверен, но такое возможно, что вы беременны. Кто? Как? Люська! Тони! Тони! Да ну! Тони! Что, реально? Блин, Люська, ты что, залетела? Череп отвечает, ничего не залетало. Просто тошнит и все. Я бы вам посоветовал сделать тест. Давай сделаем. Давай. Че? А что это, двойная сплошная? Типа, обгон запрещен? Это, типа, она беременная. Да ладно! Да, блин! Блин, ты что, ты прям... Ты что, реально рад? Да, конечно! Ты что, у меня будет маленький черепунчик, мы боем с ним. Собирать, разбирать баки, будем все вот так вот по локтям в солидоле, будем встречать рассвет на дороге, провожать закат. Я ему мопед 50-кубовый куплю на год. Ах, ты что, это реально мечта! Череп, ты такой... Я тебя таким в последний раз счастливее увидела, когда ты на ходу с полицейского штаны снял. Ты что, это круче! Свой маленький череп-черепович! Ах, ты что, класс! Блин, спасибо! Поздравляю! Агаев! Ха-ха-ха! Погнали! Блин, это тебе на моцах сейчас нельзя ездить! Давай лучше такси вызовем там! Здрасте! Здравствуйте! Дайте мне подгузники, эти, нулевку! М-м-м, я помню вас! Вы мне 9 месяцев назад тест покупали. Ну? Ну что, собрались с череп-череповичем уже байк в гараже? Да какой там байк? Девка родилась. Ну а что вы так расстраиваете? Ничего страшного. В следующий раз родится мальчик. Не-не-не, хоре, я больше в эту лотерею не играю. Я буду лучше байки усыновлять. Давай подгузники. Ну вот, пожалуйста. Давай. Черепашка череповная. Во-во-во, вот она, вот она. Так. Помогите. Так, что с вашей женой? Ничего, все нормально. Дома сидит с детьми. Так а... Это не жена. Это, ну, как сказать, жрыца любви. Проститутка? Ну да. А, так это вы ее так... Нет, нет, нет. Ну что, мы даже не начали, не успели. А что случилось? Ну что, ну, баньку заказал, вызвонили Анжелу, а она, ну, пришла, все такое, я полгода в рейсе был, ну, это самое, ты помнишь? Извините, Паша, вы можете конкретнее рассказывать? А, конкретнее. Ну, выпили, там, значит, пиво пили, потом водку, потом еще коньяк. Что с ней случилось? Зашли в парилку, хотел попарить ее, а она взяла и отъехала, и не знаю. Понятно. Сколько было градусов? Ну, как обычно, в пиве 5, в водке 40, всего 45. В парилке сколько было градусов? А, в парилке, ну, 110. Ну, понятно. Что понятно? Гипертермия. Гипер... А, ну, понятно. Ну, давай, давай, ты, помогай ей тут. Блин, Ашот звонит. Алло, да, Ашотик, да. Да, отлично, отлично, паримся сейчас, Анжелка отдыхает. Что-то? Да, продлевать буду, конечно. Сейчас, подожди секундочку. А сколько она так будет? Ну, не знаю, нужно обследование провести, анализы сдать. Короче, Ашотик, два часа точно, а там дальше как пойдет. Да, давай. Слышь, док, а можно как-то это ускорить? Потому что сауна проплаченная, поляна накрыта. Да, а у меня еще ничего не было. Я таблетку выпил, еще час максимум. Два часа минимум только анализы будут делаться. А ускорить можешь? Ну, я могу, конечно, поговорить с лабораторией, но... Понял. Мы сами... На, держи. Угу. Это тебе ускоритель. Ага. Сделаем все. А еще? В лучшем виде. Быстрее, быстрее, сауна остывает. Очень постараемся. И она, походу, тоже. О, очнулась. Ну все, поехали, пока сауна не остыла. Давай, 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 давай. Стойте, стойте, стойте. Вы что? Нельзя вставать. Ей сейчас нужен постельный режим. Мне такой режим подходит. Давай, давай, поехали. Нет, вы не понимаете. Ей нужно тут остаться минимум до утра. Блин, ну, док, ну ты как мужик мужикам, я должен понять. Ну, там сауна, там, ну, поляна, ну, все ж, ну, заплатил, а еще ж ничего не было. Давай ты там за дверью за ней присмотришь, а мы тут все как раз до утра успеем. Извините, но нет, ей нужен полный покой, иначе... Я дико извиняюсь, это Ашутик пишет, что не может до тебя дозвониться. Ты продлевать будешь? Нет, денег нету, скажи Ашутику. Хорошо, тогда я пишу, что я в больнице. Да, подожди, ладно, продлеваю до утра. Хорошо, тогда я напишу, что до вечера, потому что за сутки у нас дешевле. На, потрахался. Вот это вы играете. Я знаю. Спящую женщину. Да я талант еще тот, я же это, в театральной-то поступала. А мне сказали, не верю. Вот такой талант, ну, поняли, да? А вы талантлива. Вот это вот, пожалуйста, так, 30% ваших. Может, натурой? Ты шо, я же замужем. Да шо, чо я, господи. Я же это, на, держи. Я же за три года своей карьеры, ну, вот это вот, ни разу ни с кем не шушу. Потому что всегда теряла сознание, а деньги брала вперед. Скальпель. Зажим. Что думаете, коллега? Вы знаете, коллега, я думаю, что можно еще вот здесь подправить. Вот здесь, да? Да. Да, да, вот здесь. И здесь, да? Да. И вот здесь? Да, именно. Ну что, почему бы и нет? Давайте. Да, и раз уж мы его уже вскрываем, может быть, и стилизенку заодно заменим? Вы думаете? Ну, а чего нет? А действительно, почему нет? А где же мы донорскую возьмем? Да. Ну, если клиент нам доплатит, нам по большому блата, может быть, еще ее и привезут. Слушайте, мужики, может, хороший же этот цирк, валять, да? Давайте начинать операцию, у меня просто аппендицит. Послушай, шеф, я тоже к тебе на СТО приезжал, только масло поменять. А оказалось, что там и коробка, и рулевая тяга, и турбина, и наконечники. Две недели у тебя машина на подъемнике стоит. Ага, да, мой коллега рассказывал, сколько там вдруг поломалось. Так что я думаю, что как только мы вас разрежем, мы там найдем столько хронических болезней, что... Да, одним аппендицитом вы не отделаете. Конечно, тут капремонт нужен. Да не волнуйся ты, хозяин, все будет чики-пыки. Мы ж профессионалы. Послушайте, я вас очень прошу, не надо никакого капремонта. Да? Знаете что, вашу машину завтра, ну максимум послезавтра вам привезут. И денег никаких не надо. Не надо? Не надо. У нас акция, забыл сказать. Акция? Да. Люблю акции. Да вы приляжьте, расслабьтесь. Все сделаем. Так сказать, баш на баш. Ага. Ну что ж, давайте, коллега, наркоз. Угу. То есть я уже, маху, не волнуйся. Угу. Нужно быстрее его резать, а то там паспортистку из Аверы привезли. А я уже три недели паспорт сделать не могу. Слушай, ну давай тогда вообще разрезать не будем. Он с этим аппендицитом еще тысяч двадцать пробегает. Давай просто косметический шовчик. Да, мам. Да, я такой ленький сделал, да? Давай. Все, все, все. Все. Отлично. Все это. Очень хорошо. Добрый день. Был бы он добрым, я бы в аптеку не ходил. А, точно, извините. Шо вам? Дайте мне обезболивающего. Ой, вы же вчера приходили. А шо вам, то обезболивающее не помогло? Обезболивающее. 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 Обезболивающее так, что у меня нога отнялась, а зуб так и не прошел. Так, а шо говорит стоматолог? Стоматолог? Я этого слова даже боюсь. Стоматолог. Знаете, сколько они берут? Я не хожу, денег у меня нету на стоматолога. Ну, знаете, я вам честно скажу, я, конечно, не должна это говорить, но вам скажу, таблетки это тоже не выход. А что мне делать? Вот я даже не знаю. Братанчик, ну, смотри, я сейчас, короче, в аптечку заскочил, возьму себе мазечку и все, и сразу в зал натрешу. Да не, ну ты шо, шоб я когда-то трешу пропустил. Давай, разминайся, а то опять люлей отхватишь, как всегда. Слышь ты, бык, а можно тише разговаривать? Или у вас там в зоопарке не принято? Братанчик, я тебе перезвоню, у меня, походу, разминка уже началась. Шо ты сказал? Ты еще и глухой? Так головы с жопы выними, услышишь. Встаем, встаем, встаем. Шо ж вы так? Шо ж вы так, молодой человек, он же мог вас убить. Нет, нет, нет. Он меня вылечил. Вот он зубчик-то, вот он зубчик больной. Ого, у вас бесплатная медицина. Я представляю, что вы будете делать, когда у вас аппендицин заболит. Шо такое же случилось? Он что, левша был? Он мне не тот зуб выбил. У меня вот тут болит. Я пойду догоню его. Не, не, вряд ли. Вы полчаса валялись в нокауте. А что делать? Может, вы мне поможете? Ну, я, конечно, могу пощечинку дать. Но я комара обычно не с первого раза убиваю. Фу! Надо было с правым. Фу! Ну? Ставлю бутылочку коньячка. Поддерживаю. Что значит поддерживаю? У меня пятизвездочный, у тебя всего три. Вот еще две звезды. Все? Ну, другое дело, давай. Открываем? Открывай. Опа. Так, ставлю аппарат УЗИ. Слушай, у тебя же один. Не переживай, по документам его вообще нет. Так, ладно, тогда я уравниваю кварцевая лампа и рентгенаппарат. Открываем. Давай. Опа. Ябадабаду. Ну, чем ответит купечество? Ставлю новый дефибриллятор. Отлично. Вот этим дефибриллятором я тебя откачаю, когда ты проиграешь. Ставлю новенькое гинекологическое кресло. Э-э-э, какое оно у тебя новенькое? Ты на нем каждый день работаешь. Ну, вообще-то я аккуратно. Аккуратно. Ладно, давай, вскрывай. Вот это она. All in. Ты хочешь сказать, что ты ставишь все отделение, да? Блин. Чем же тебе ответить? Машина. А? Лада. Вообще-то мы на мелочь не играем. Чем я тебя уравняю? Чем-то подумай. Подумай. Найди. Да. Можно? Заходите. Здрасте. Ну? Ставлю почку вот этого пациента. То есть, как это почку? Так же нельзя. Ты на карты посмотри. Две почки. Две. Вскрываемся. Вскрываемся. Раз. Раз. Два. Два. Три. Опа. Опа. Ну что ты стонешь? Сейчас отыграем твои почки. Да? И что поставишь? А ты куришь? Нет, а что? Ставлю легкие. О. Доктор, куда же вы без очереди, без бахил и без денег? Доктор, помогите. Поможем. Рад был помочь. До свидания. Доктор, мне нужна срочная операция. Что случилось? Аппендицит? Хуже. Что? Вот. Принцесса? Выведите татуировку, пожалуйста. Простите, а я вот не понял, это вы сидели или служили? Короче, вчера в клубе гуляли, отметили это дело там. Просыпаюсь утром, ничего не помню. Глядь на пузо, а тут вот это. Ага, ага. Так, а кто принцесса-то? Да хрен его знает, кто принцесса. А если вдруг, не дай бог, жена моя увидит это, она меня полцарства оторвет. Так, а вы супруге скажите, что, мол, принцесса-то в ее честь? Вы что? Вы ее не видели? Она больше на королеву орков похожа. Или гоблинов. Ну, короче, не знаю, кто у них там на Борщевовке. Пожалуйста, выведите, любые деньги плачу. Любые деньги? Да. Ну, хорошо, поможем, сейчас сестричка подойдет и все сделаем. Хорошо. Здравствуйте. А, вот и она. Егор Григорьевич, простите, что опоздала, я вчера у подружки гуляла на девичнике. А вы, кстати, вовремя. У нас приинтереснейший случай. Голубчик, продемонстрируйте, пожалуйста. Вот. А-а-а! Что? 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 Так это ты, монарх недоделанный? Чего? Вот! А-а-а! Так это ты, принцесса? Да! Это что, получается, вы ее вчера в клубе, так сказать, короновали? Егор Григорьевич, это не смешно. Я из-за него свое тело изуродовала. Чего изуродовала? Украсила? Так, ты мне тут и... Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, не ссорьтесь. Не позорьте, царский род. Ладно, голубчик, давайте идите брейте живот. А вы, Виктория... Скажите, а в паху тоже брить надо? Это по вашему желанию. Понял. А вы, Виктория, подготовьте, пожалуйста, операционное место. Доктор, а можно еще одно операционное место подготовить? Для кого? Для киски. Какой еще киски? Сейчас сюда какой-то киска придет. Ничего не понимаю. Вот. Ага, котик. Ах, Виктория, вы бы сдерживали свою киску. Хотя бы по вышатным. Григорий, Григорий. Ладно, давайте вас первую. На троих. Ну, 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 давай налево, отдай, налево. Слушай, ну я же говорила, что на танцах все нечестно. А ты голосуй, голосуй. Гол, гол, гол. Слушай. Здравствуйте, девушки. Всем могу помочь. Как ты думаешь, точно поможет? Ну, я в рекламе видела. Значит, поможет. Я могу вам что-то подсказать? Ну, вот в рекламе не могут же врать правильно. Но все равно нужно у кого-то спросить. Так а у кого ты спросишь, если я твоя лучшая подруга? Ты и Сири. Девушки, я могу вам что-то подсказать? Чего вы так орете? Конечно, можете подсказать. Подскажите. Ну, это был не вопрос. Могу подсказать вам. В смысле? Вы вообще ничего не понимаете в филологии? Я же вам задала вопрос. Значит, в конце там стоит знак вопроса. Молодой человек, надо было в школе учить. Пунктуальность. Ага. А я дурак. Фунтуацию. Изучал. Ну, так, что вы хотите? Мы хотим два макачина и сумочку. А мне сапожки, только не по цвету ее сумочки. В аптеке. Где угодно. Причем здесь аптека? Вот если бы вы сказали, что вы хотите в аптеке, то мы вам сказали, что мы хотим в аптеке. А так мы говорим вообще, что мы хотим. А, что вы хотите в аптеке? В аптеке? Мы хотим кое-что купить для моего босси. Просто он будет после футбола и нужно ему какое-то очень сильно успокоительное. А, понял. Хорошо. Вот есть хорошая немецкая успокоительная. Работает отлично. Что-нибудь еще? Может быть, что-то ему от сердца? И почек. Цветочек? Угу. Есть что-то с цветами? А, от сердца. Так, ну вот есть средства на травах. А что конкретно его беспокоит? Кого? Больного. Какого? Вашего больного мужа. У тебя чего? Он болен? А что ты мне не сказала? Я твоя лучшая подруга. Я сама не знала. Блин, он болен. Ладно, хорошо. Вот хорошее средство снимает боли в области сердца. Вот. А в Киевской области снимает? По всей Украине снимает. А может, возьмет что-то от тиняков и ушибов? Точно. А, слушайте, девушки, ну не мое дело, конечно. Но сегодня футбол такой себе. Наши 3-0 выигрывают, матч товарищеский. Там по-любому на трибунах фанаты драться не будут. Так что не переживайте. Да при чем здесь футбол? Я бусину машину поцарапала и немножечко фару разбила. А, а. Тогда вот. А зачем мне презервативы, если они ни с кем не собираются заниматься сексом? Это будет его спонтанное решение. Я вас уверяю. Серьезно? Да. Машина новая? Да. Ну как новая? В полиции сказали, что этот металлолом не может быть новым. А, ну тогда. Вот. Еще советую вам взять бинты и гипс. Вы думаете, нужно будет? Блин. Тогда я, наверное, пересижу на Мальдивах. И я. Я ж твоя лучшая подруга. Ты и Сири побежали на ЖД вокзал билеты покупать. Расплескалась, синева. Расплескалась. С Днем ВДВ. Здравствуйте. Я так понял, у вас голова болит? Чего это ты взял? Голова у меня в порядке. блин а я ищу везде слышишь ты у меня другая фигня в чем проблема в городе водка закончилась я тут причем спирт давай извините но у нас спирт только медицинский он используется в медицинских целях медицинских целях душа у меня болит но вы же себе там все сожрете слышишь ты салага я с прапором пил ракетное топливо я танки грыз как барбарес мне медали давали такими количествами карманов не хватало слышишь ты спирт давай иначе я тут все нахрен отвезу извините но я этими действиями могу нанести вам вред а я додавал клятву гиппократу и еще с этим гиппократом сам встретишься вот так вот лицо к лицу короче спирт давай что за шума драки нет бабам лучше выйти то ты шо младший сержант а я как раз хочу посмотреть михаус не бойтесь это младший сержант крутенко мы с ним в одной роте служили как был хлюпиком так спасибо вам огромная мариночка вы мне жизнь спасли вы лучше медсестра ладовый галыч лучше помогите мне его в общую палату донести там уже вся рота собралась это конечно конечно и спирт медицинский дайте весть потому что водка в городе закончилась вся ну спирт же используется только в медицинских целях евгений михалович я два раза не повторяю векуля на место сосновского в травму никого еще не положили да вроде нет вот и не ложите а почему да там такая ситуация неудобная получилась пришла жена сосновского устроила скандал мол почему вы не выписываете моего мужа а я возьми и лякни что мы его выписали еще позавчера ну что и наверняка она его опять найдет с любовницей ему снова нужно будет место в травматологии цирк я тебе говорю что пота потапенко ты чё скачил ты ты с дубу рухнул что ли тебе ж только аппендицит вырезали что случилось максим леонидович я я чувствую что что-то со мной не так в животе бурлит что-то постоянно вибрирует и и какие-то непонятно странные звуки успокойся потапенко тебя отпускает наркоз после операции это нормально иди отдыхать не за там строго будет хорошо вот так я слышите я везде ищу свой телефон ну надо же долбаный айфон да 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 все в порядке просто на безручном режиме да у меня все хорошо о кстати слушай мам а вот эти вот котлеты которые ты делал это с пистаком слушай ну такие вкусные я не могу кстати кстати операционную готовку быстрее слушай кстати телефон Александра Петровича ты можешь ждать я ему голову об поле сломаю ноги об поле сломаю я ему я ему руки об поле сломаю я ему поле об поле сломаю мужчина здравствуйте вам чего здравствуй красавица дай мне что-нибудь для силы для силы у нас есть для мужской силой вам подойдет чужая женщина что ты спрашиваешь что не видишь я мужчина значит подойдет антиупадин антиупадин то что нужно слушай вас я это значит все упадут я один останусь самый сильный только там надо одну таблеточку в день ну все у вас я теперь самый сильный буду всех победю всех побежу накажу на колени поставлю на лопатки положу сверху лягу и буду на ковре вертеть так захочу вас а у вас там что ургия слушай что за борьба такой ургия у меня греко-рымский борьба борьба а я спасибо красавица муа 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 боже что ж там будет вообще не вася я викуся ты кому дала я ты кому дала женщина я уже где-то год вообще никому ты к тебе приходил борец и видел а да был такой в красненьком что ты ему дала я вот антиопадин для мужской силы ты что наделала он всех победил на соревнованиях всех победил потом в расдевалке всех победил потом на парковке всех победил он на меня знаешь как посмотрел вот так так эффект пройдет через два часа какие два часа ты понимаешь сколько он человек перепобеждает за это время есть какое-то противоядие противоядие нет но есть вот средство одно но немножечко уазелин уазелин зачем уазелин это надели смягчает немножко вхождение входящих тренер я всех победил как тисоса на тату Мы с вами всех победили! В всех победили! В раздевалке всех победили! В всех победили, как ты сказал! Только ты, тренер, остался один у меня! Непобедженный! Непобеждаемый! Непобеджуууууу! Мага, Мага, Мага! Ты только с той игре стоишь! Я тебе, я тебе как отец! Прости, отец! Мага! Золотая медаль дороже! Ой, там только одну таблеточку! Тень! Тренер! Да! Да! Да-да-да-да! 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 Да-да-да! Стой! Что? Пошли вместе в секцию Джабраила! Там всех вместе побеждать будем! Джабраиль! У нас с ним кровная месть! Я ему сейчас обвечу! Дайте сюда, Джабраил! Я ему сейчас сделаю граждан! Возьму вазелин для Джабраила! Сдачи не надо! Спасибо! хорошее средство надо будет подружкам сказать здравствуйте проходить доктор а вы не могли бы мне вылечить от вздутия от чего простите животик у меня вздался то есть вы думаете что это вздутие блин я понял я поправилась дождя другие варианты вы не рассматривали может быть вы беременны я я не могу быть беременна я очень хорошо предохраняя есть не секрет как не секрет я в аптеке купила противозачаточные свечи ну да почему-то не было стелька но я его сама пределы подождите вы зажигали ну конечно это же свечи понятно ну ты думаешь будешь мне врач не хочет лечить от вздутия какой вот этот ну сколько что сколько сколько тебе надо отлистать чтоб ты ее вылечил от вздутия то есть вы тоже думаете что это вздутие а шо думаешь не вот я так и думал да ты шо поправилась блин фу ты теперь жирная надо новую тёлку искать да подождите короче я объясню вам прямо в лоб вот значит смотрите ваша жена беременна вы станете отцом вот я отцом да а как ты узнал а я и ясновидящий поздравить я поехал все подождите а а а а да эту эту вылечья от вздутия бедный ребенок богатый но бедный а вам нужно кушать побольше фруктов и овощей ну что ж интерн баранов билет номер 7 удаление аппендицита приступайте значит для этой операции нам нужен скальпель которым мы делаем аккуратный надрез чуть выше паха с правой стороны правильно а я не знаю правильно или неправильно это экзамен а во время экзамена я ничего не знаю а что то не так что что вот это уже хорошо что не так спирт спиртом надо было протереть скальпель а не выпить нет я вас так и учил ну и еще еще думай чего то не хватает а чего не хватает мозгов тебе не хватает барана и знаний ну думай что у тебя пациент орет я не знаю моя девушка тоже на меня орет без причины баранов я вообще не понимаю как ты до интернов доучился мне сомов все подсказывает ну вот пусть сомов тебе сейчас и подскажет он забыл в колоть мне наркоз бинго ты понимаешь почему я ему автоматом поставил вот иди пересдавать будешь наркоз егор григориевич можно на операционном столе вместо меня кто-то другой на этих экзаменах лежать будет ты что сомов если не ты то кто же кто же им будет подсказывать кроме тебя же эту операцию никто и не знает егор григориевич а если кто-то действительно вколит наркоз и я не проснусь ну что тогда значит твою повышенную стипендию будет получать за тебя баранов следующий следующий я так понимаю это местный наркоз почему местный общий но ты же тут это вино делал тут делал но я же на всех значит общий а тогда тост тост а вами за хирурга у которого золотые руки за меня вах как красиво сказал спасибо тебе из души в душу у меня лаверди а один хороший хирург такой как ты нет не такой хороший конечно опыта поменьше немножко тем более он в горах было мало практики так вот однажды он взял свинью и пришли голову горного барана так вот и это животное садится за руль и едет по встречке так вот выпьем же за то чтобы на нашем жизненном пути никогда не встречались такие живут ах как красиво сказал извини дорогой эй дорогой да дорогой ну что скоро там слушай что ты кричишь как невеста в первой брачной ночь что не слышал пословицу поспешишь людей на кишмишь слышал слышал конечно еще мой дед еще мой дед говорил мужчина вообще не должен спешить никогда даже если его женщина на девятом месяце беременности а он еще не сделал ей предложение эй подожди а если у невесты есть брат если у невесты есть брат значит он должен везти невесту в загс еще до знакомства о эй подожди дорогой еще тост есть слушаю тебя да жил бы в горах один мудрец такой же мудрец как ты ну не такой конечно чуть-чуть глупее еще глупее вообще глупый мудрец вот такой и вешел он как-то из своей хижины и смотрит на горы горы красивый такой вообще глаз радуется и думает себе мысль такую вот если я умру что после меня останется хороший вопрос вот так говорит да вопрос хороший и тут как то идут через горы идут альпинисты ну а стали кушают выпивают гитара играть играют мусор мусорят вах 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 подходит к ним мудрец говорит что вы делаете зачем что вы тут безобразие устраиваете вот так говорит им прямо в глаза да эй а он вежливо попросил конечно вежливо так вежливо попросил два-три перелома максимум у альпинистов это очень вежливо молодец да так давайте выпьем за мудрость экологию и борьбу борьбу почему борьбу мудрец знал борьбу ааа за борьбу конечно ааа каждый мудрец знает борьбу эй слушай что ты тут стоишь пьешь виду а шашлык когда будет шашлык будет как пациент скоро на подходе тогда еще один тост давай жил был царь и был у него дочь красивый очень красивый такой красивый что вот супермодельц видела ее и сразу с ног падала и решил царь выдать ее замуж но она всем отказала всем уааа так давайте выпьем за то чтоб нам никогда не отказывались женщины красиво сказал красиво сказал слушай а мы так весь наркоз выпьем будет шашлык сегодня или нет как не готов дорогой слушай готов шашлык вот как пациент для операции я же пришел операцию на язва делать и хорошо что напомнил ну а если ты не съешь ты его обидишь нельзя обижать куча ладно хороший шашлык что может сделать там какая-то несчастная язва а тогда то Опять ты получаешь стетоскоп! Ю-ху! Участвуй в наших конкурсах и получайте больше новых призов. А в сегодняшнем выпуске мы научимся вырезать аппендицит. Да, и спонсор сегодняшнего нашего показа таблетки и болит. Съел и болит. Итак, начнем. Сестра, с чего начнем? Возьмем скальпель. Не теряем сознание до конца трансляции. Самое интересное в конце. Ну что ж, наша операция подошла к концу. Как видите, она прошла успешно. Ставьте лайки, кому вырезали аппендицит. И помните, никогда не накладывайте швы швейной машинкой. О боже, кажется у нас небольшой факап. Что такое? Я забыл в пациенте ножницы. У-у-у! Это мой фирменный пранк. А хотите, мы оставим аппендицит вам на память? Вы кто, придурки? Я же говорю, это был пранк. Да. Прикол такой. Идиоты. Мне нужно было вырезать грыжу. Ну что ж, дорогие подписчики, вот вам небольшой спойлер. В следующем выпуске мы будем учиться пришивать аппендикс обратно. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Я вас по судам затаскаю. Сестра, ставьте ему анестезию. Да, да. Вам нельзя нервничать. Хотите, в качестве компенсации мы вам подарим новенький стетоскоп. Ну или подписку на наш платный канал. Да, и футболку с нашим логотипом. Дебилы, чтобы у вас в больнице в вай-фай пропало. Так, немножечко спиртика. Ой, какой аромат. Ой, ой. Прям детством запахло. Так, немножечко сиропа от кашля. Вишневый. И антипохмелин. Чтобы утром не болела голова. Вот он, самогон. Добрый день, девушка. Хотя для вас он вряд ли добрый. Чем я могу помочь? Так, поняла, поняла. Держите, вот, салфеточки. Десять пятьдесят. Не, ну хотите, можно и бесплатно. Да, ну, скажите, что случилось. Скажите, пожалуйста, у вас есть успокоительное? Ну, конечно, есть. Валерьянка, например, есть. А что случилось? Меня парень бросил, он сказал, что я слишком эмоциональная. Эмоциональная, дай тебе валерьянку. Слушайте, я думаю, что тут валерьянкой не поможешь. Вам нужен антигрустин. Секундочку, секундочку. Как говорят у нас, пописюльничку. Так, так. Давайте. За нас, за женщин. Вот за это и выпьем. Девушка, девушка, есть у вас какие-нибудь лекарства от вздутия? Есть мужчина. Но вы давайте становитесь в очередь. Видите, у меня клиент. Ой-ой-ой, как болит девушка. Это просто кошмар. Это у вас болит? Да, что вы понимаете, в боли. Он у человека душа болит. Ой, да, устрица с йогуртом дали не тот эффект. Я тут с барышней, а оно как... Я понимаю, что вам плохо, но девушке хуже. Ее парень бросил. Да. Зачем я только это сказала? Девушка, давайте я буду вашим парнем. Только, пожалуйста, дайте мне лекарства. Правда? Да. У меня повелся парень. Что ж вы... Что ты... Куда же он? Ого. Он меня бросил. Вот я говорю, все мужики козлы. Поняк. Вонючие козлы. Правильно. На троих. Ну вот принесла тебе курицу и картошку, чтоб все сожрал. Ты мне здоровый нужен. Да, конечно. Я как только вас в окне увидел, так сразу кушать захотел, что даже с удочки готов вылезать. Ночью лежи и лежи. Мыть за тебя, что никто не будет. А вот фрукты тебе принесла. Тоже, чтоб все сожрал. Да, конечно, спасибо. Витамины превыше всего. Так, когда тебя выписывают? Не знаю, обхода еще не было. Ты мне дома нужен, генеральную уборку сделать и сарай же надо перекрывать, а? А где же доктор, а? Я понимаю, но тут все от доктора зависит. Женщина, опять вы? Я вас в сотый раз спрашиваю, почему вы цепляетесь к молодому человеку? Ваш муж лежит на соседней койке. Слышь ты, доктор, ты меня не лечи. Я сама знаю, за кем ухаживать, за кем не ухаживать, да? Годы уходят, забирают свое. А мне молодой нужен, мне еще крышу перекрывать. Любишь меня? Очень. Видишь, любит меня. Так что давай выписывай, пока не оказался на его месте. Ясно? Да, 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 конечно, выписываем. Физические упражнения, так сказать, лучшее лекарство от всех болезней. И от переломов? Слышал, от всех болезней. Жду тебя на улице. Да, конечно. Спасибо вам, доктор. Вы мне жизнь спасли. Да вы вот кого благодарите. А ты мужайся. И никогда, слышишь, никогда с ней не спорь. Хорошо. А теперь иди. Иди, у тебя мало времени. Она не любит. Когда? Капельница, капельница, капельница. Опаздывай. Спасибо. Ну что ж, Яна Викторовна готова к операции. Не волнуйтесь. Ну так, есть немножко. Да вы не волнуйтесь. Аппендицит это не страшная операция. Чик-чик и все, вы уже дома. Кстати, познакомьтесь. Это Евгений. Мой ассистент на сегодня. Также он будет снимать операцию на видео. Так, знаете что? Вы, во-первых, меня не предупредили, чтобы вот видели. Я не знаю, я плохо выгляжу. Я уставшая. У меня не накрашены губы. Вы с этой дурацкой шапочкой. Вы что, хотите, чтобы я выглядела, как какая-то лохушка, что ли, на видео? Да вас там даже видно не будет. Так, знаете что? Я в таком виде сниматься не буду. Значит, я пишу отказ. Да не надо отказ. Хорошо, мы подождем, пока вы накраситесь. Хорошо? Да. Красьтесь, пожалуйста. Ну вот и все, как я вам. Прекрасно, прекрасно. Вы готовы к операции? А я не готова. Мне еще нужно переодеться. Послушайте, Яна Викторовна, при всем уважении, у меня сегодня еще 8 операций. Я сказала, что я не буду в таком виде сниматься. Мне надо переодеться. Ну что ж, давайте переоденемся. Десятое платье уже меряет. Черт, потери. Одиннадцатое. Господи, да сколько можно-то? Вот, мне кажется, это самое удачное. Только подскажите, какую сумочку взять? Вот эту. Вы уверены? Абсолютно. Вы просто супер. Простите, Яна Викторовна, но уже и так задерживаем на 3 часа операцию. Ну, быстрее. Ой, простите, сейчас еще последний штришок. Алла, зайка, приветики. Слушай, ты уже здесь? Смотри, второй этаж, операционная номер 5. 5? Да. Да, зайка, 5. Все, жду. Простите, а это вы с кем разговаривали? А, со Светой. С моим мастером по маникюру. Мастер по маникюру? Ну, конечно. Вы че? Я же с таким маникюром не собираюсь, чтобы вы мне снимали. Здрасте. Так, Женя, иди к старшей медсестре, скажи, что на сегодня операция отменяется. У нас еще дефиле и спа-процедуры. Банк, жених. Милочка моя, ящик с подгузниками отнеси в подсобку. Ого, а че ты такая тяжелая? Знаешь шо, вот я когда санитаркой работала, ящик с такими же только использованными переносила. И ничего, они намного тяжелее, чем этот. Так что неси давай. А из подсобки принеси ящик с перекисью. Хорошо. Ну это на, ишь ты, фифа крашеная. Ты у меня еще напашешься тут. Видите ли, сестра, кумы, хозяина аптеки. Приблотненная, ага. Всем стоять, это ограбление. Господи, довели народ, даже на лекарства денег нет. Рот закрой, я тебе сказал, а то сейчас стрельну. Мужчина, не надо в меня стрелять. Вот сейчас выйдет мишень, в нее и шмальнете. Какая мишень? Живая пока еще. Так, а ну стоять! Руки! Что это было? Перекись. Фу, хорошо, что не спирт. Мужчина, давайте быстрее, а то у нас переучет. Так, мне ящик спирта, быстро! А, ясно. Известная болезнь. Так, аскорбинок еще дайте. Ну, конечно, закусь же нужна. И пачку этих. Чего? Презерватива в пачку. Это-то тебе зачем? У меня завтра день рождения. Мало ли что, правильно? Так быстро! Так быстро, он сказал! Спасибо. Разбудит. Вот, я все сложила. Пожалуйста. Спасибо, девчонки. И не вздумайте в полицию звонить! Да идите уже. Ай! Он же просил в полицию не звонить. Да я не в полицию, а в скорую. Ты ж, дура, как всегда, перепудала. Он спит, разбил, а ему перекись дала. Боюсь, что это день рождения плохо закончился. Алло, скорая! Светочка, ты сегодня на смене. Слушай! Захтар, прощай, я, видите, у меня на айсмарк у меня. Я это вижу и слышу. Вы не могли бы... Мне в мою сторону это делать. Спасибо. Ой, вы считаете, что это может быть разным? Ну, это мы сейчас выясним. Расскажите, как давно это у вас началось? Ну, вот где-то дня три, после моего дня рождения. Ага. Понимаю. На дне рождения что-то необычное ели, может быть, необычное пили, может быть, с кем-то необычным спали. Нет, вы знаете, все было как обычно. Я и Буся... Что? Я и Буся в его ресторане. А, Буся это человек, я понял. И вы с ним, ну, то есть, ага, понимаю. Мама, скажите, а собачку вам, я так понимаю, на дне рождения подарили? Да, мне Буся подарил перчика на дне рождения. Какой хороший перчик. А можно я его подержу немножко? Да, конечно. Ой, ты какой красавчик, перчик такой маленький. Ой, смотри, мама, тут у нас, мама, не волнуйся, вот она, да. Ага, хорошо. Перчик вот маме даем, а мама не чихает. Все понятно, держите. Будьте здоровы. Ну что ж, я вам выпишу таблеточки, я вам выпишу таблеточки, и они вам помогут. Так, вот. Принимайте два раза в день после еды. Спасибо большое. Вот, пожалуйста, будьте здоровы. На собачку только не чихайте. Да, будьте здоровы. До свидания. Да-да. Доктор, ничего не помогло, ничего. Да вы что? Я понимаю, да, таблетки эти не помогают. Я перчику даю эти таблетки, а оно не помогает. Я продолжаю чихать, понимаете? Так, не для собаки таблетки были, понимаете? Не для собаки совсем. Как? Так, а я-то думаю, я ему даю таблетки, а он не ест их, смотрит на меня как на дурочку. Вот видите, собачка даже поняла, что таблетки не для нее, а для вас. Поняли? Ну конечно, я поняла, я же не дура. Правда. Ну что ж, попробуйте еще разочек, только пейте их, вы, а не собачки, хорошо? Угу. Так, да, да, ничего не помогает. Я просто чихаю. Ну, я весь мокрый, я твоя чиха. Не помогает, это хуже. Вы знаете, тогда у меня есть для вас не очень хорошие новости. На время мы должны будем забрать у вас перчика и изучить его. Что-то с ним не так, наверное. Как перчик? Я же так к нему привыкла. Давайте. Вам с ним опасно. Выясним, что с ним, и я вам его верну, хорошо? Я буду скучать, Бузя. Спасибо большое. Спасибо, Милатка. Какой-то хорошо. Раздается. А, вот ты где. Ты что натворил, а? Это не я. Это не я. Она от природы была такая. Она сама ко мне в постель прыгнула. А вы, собственно, кто? Я муж жены своей, у которой ты собаку забрал. Ты на хрена это сделал? А, вы Буся. Какой я тебе Буся? Для тебя я Валерий Семенович. Валерий Семенович, я просто про другой случай вспомнил. Короче, доктор. Поймите, собака для нее очень опасна. Это я для тебя опасен. А ей собака необходима. Она детей хотела. А у меня уже шестеро. Но она не в курсе. Вот, короче, я ей собаку подарил. Вот эту сучку. Понял, да, сучку для своей сучки. Короче, вот ты ее забрал, у нее все, планка упала, депрессия началась. Она ходит вся в соплях, в слюнях, жрет как не в себя. Блин, лучше уже чихающая жена, чем жирная. Я жирных терпеть ненавижу. У меня на жирные аллергия. Черт, это сейчас что я чихнул? Ладно, неважно. Короче, блин. А с сексом у нас даже речь не заходит. Надо с этим что-то решать. С сексом? Ты меня нервируешь, короче, блин, Склифосовский. Давай решение ищи. Извините, Буся Валентинович. Я для тебя Валерий Семенович. Валерий Семенович, я, кажется, придумал один способ очень интересный. Буся, чего перчик не шевелится? Ну, устал? Такое бывает, что? Она вообще-то про собаку. А. А да, чего он не шевелится? А, понимаете, просто перчик очень волновался без вас. И мы ему дали специальные таблеточки успокоительные. А почему он такой мягкий? Ну, потому что таблеточки так подействовали, что его расслабило, размягчило. И у него теперь, у перчика мягкие косточки. Подожди, а у перчика же нет косточек. Я про собаку опять. А. Ну все, главное, что ты не чихаешь. Да. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания. Пойдем. Ну что, перчик, вылезай. Будем с тобой вместе жить. Не тужить. Акчи! Перчик. Ну что? Вот так болеть будет? Вот так? Все ясно. Ну, все ясно, что у вас. Что там, доктор? У вас очень редкая болезнь, вы не знаете. Вообще-то у него простой аппендицит. Ой, вообще-то я здесь доктор. И давайте я буду решать, вот простой он или там непростой. Ваше дело, зеленка есть у нас. Да при чем здесь зеленка? Тут резать надо. Ой, понятно, что резать надо. А когда мы разрежем, то зеленка же прижечь надо будет. Доктор, а вы точно знаете, что вы делаете? Да все в порядке, конечно, я же врач. Расслабьтесь, так. Начнем. Начнем, что ли. Ой, вспомнил. У меня же дело там, дело. Давайте на завтра перенесем все и... Какой на завтра? У него острый перитонит. Не такой он и острый. Ладно, все, уговорили. Закрывайте глаза. И... Слушайте, а... Все. Давайте по-хорошему решим все, а? В смысле? Ну, в смысле... В смысле, будто бы я все уже сделаю. А? Ой! Как-то легче у меня сразу стало. Ну вот. Вообще так нельзя. Ой, да ладно-то нельзя. Спасибо вам, доктор, большое. Пожалуйста. Да за что вы ему спасибо говорите? Во-первых, за денежку. А во-вторых, за то, что он меня не оперировал. Вы же мне, доктор, жизнь сейчас спасли. Да вот. А в городе больниц миллион. Пойду я. По-другому. Месте. Идите, идите. Ну вот. Очередной пациент ушел. Довольный. А мне в институте говорили, что я плохой доктор. Правильно говорили. Что? Десять пациентов, и все ушли радостные от меня. Так, глядишь, и лучшим доктором больницы станут. Сухой кашель. Ну? При сухом кашле я бы посоветовал вот это вот лекарство. Вот. Неправильно. Почему? Надо дать заграничное. Подороже. Ну, послушайте, действующее средство здесь такое же. И оно дешевле. Так, повтори мне, главное правило фармацевта. Главное правило фармацевта. Больше всего лекарство помогает тому, кто его продает. Правильно. И я надеюсь, что на следующий вопрос ты мне тоже ответишь правильно. Что нужно дать человеку, который забежал с зеленым лицом? Подсказка. Отравление. Вот. Так, значит, при отравлении надо дать человеку лекарство заграничное, подороже, у которого скоро закончится срок годности. Так. С... А, с этой полки. Правильно. Можно считать, что стажировочку ты прошел. Скажите, Виктория, а если я продам не то лекарство? А вот тут мы застрахованы. Читаем. Товар, товар возврату и обмену не подлежит. Да. Ой. Все. О, твой первый клиент. Давай, как учили. Ой, извините. Здравствуйте. А вот по этому рецептику, пожалуйста. Фу... 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 Фи... Фа... Фа... Да дай сюда. Одну секундочку. Ага. Вот это у нас есть, пожалуйста. Так. Антибиотики и... О! Аскорбинка. Так, с вас восемьсот шестьдесят гривен. Какая? Извините, а доктор сказал, простая простуда. Знаете, что? Сказал простая, а написал он сложная. Вы хотите вылечиться или нет? Нет, конечно, хочу. Пожалуйста. Пакетик вам давать? Не надо. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Не болейте. Нет, как? Как вы вот расшифровали? Фа... Фа... Ты что, больной? Ничего не расшифровывала. Хрен его знает, что они тут пишут. Подключай фантазию. Понимаешь? Импровизируй. И главное, не забывай про... Аскорбинку. Понял? Аскорбинку. Да. Сантиметров. Так. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, главный уролог нашей клиники уделит немного времени на осмотр меня? Милочка, ну ты же знаешь. Хоть я и по мальчикам, доктор, у тебя у меня всегда время найдется. Отлично. У меня скорая пятиминутка. Ого, целых пять минут. У нас мало времени. Так, увидимся в Ординаторской, возле кабинета Лора. Он, кстати, в отпуске. И не пугайся, там лампочка перегорела. Ммм, свидание вслепую. Вот это мне нравится. Давай, жду. Беспредел! Это шо ци таке, а? Это ты? Херовый доктор. Правильно говорить не херовый, а уролог. Да, я доктор. Что случилось? Что случилось? Не случилось. Не получилось у меня сдать анализы своих головастиков. А, я понял. Вы у нас сделали спермограмму, так? Да. И что? И шо, и шо, ничего. Во-первых, вот это вот горлышко очень узкое. Реально неудобно. А во-вторых... Вообще-то это крышка, и она снимается. Короче, верните мне деньги, потому что вот это вот, ваше вот это все, это не сервис, это фуфло. Где вот этот плазма, где эротический контент, атмосфера, музыка, где эта медсестра, которая заходит и говорит, давайте я все сама сделаю, вы просто расслабьтесь. Я так понял, вы пересмотрели просто американских фильмов. У нас все чуточку по-другому. Чуточку? Нихера себе чуточку. У меня в курятнике атмосфера більш интимна, чем в вашей этой подсобке. Темно, сыро, плесень, трапками воняет. А вы включите воображение. Включал. Не включается там воображение. Не воображение, не мобильный интернет. Это капец вообще. Там из интимных материалов только пылесос. И хрен бы с ним, уже практически все получилось. Уже я практически знал анализы. Ну это ж, блин, уборщица. Каждые три минуты отдайте пылесос, отдайте пылесос. Ну как тут работать в такой остановке? Короче, все, вертайте мне гроши, я пошел. Подождите, подождите. Ну почему сразу вернуть деньги? Давайте я кое-что придумал. Я придумал. Вот у меня тут есть специальный журнальчик. Какие же журнальчики? Вот, с картинками, смотрите. Вот, вот, вот. Ну, в общем, разберетесь. Да? Я вам выделю вип-комнату специальную, с мягким диванчиком. Возле ординаторской кабинет лора. Лор. Только не перепутайте. Вы меня слышите? А? Да. Да, кабинет ординаторской. Да. Вот, вы заходите туда, там все у вас произойдет. Вот, пожалуйста. Крышечка снимается, напоминаю. Ага. Да. Я сразу. Снимите сразу, потому что. Потом руки заняты. Спасибо. Ага. Удачи. Ага. Да, моя кошечка, уже бегу-бегу. Да, воришка уже на карнизе. Да. Через минуту буду. Да, все. А, господи, кто еще? Да, слушаю. В скайпе? Ладно, посмотрю, только быстро. Да. Сейчас, звоните. Да. Ого. Это он так опух у вас? А, это, это лицо. Я понял, извините. Что? Вчера праздновали повышение? Понимаю. Ну, хорошо, показывайте. Сая, вот это ты сегодня меня просто ошеломил три раза подряд. В каком смысле три раза? Боже, где ты эту кепку взял? Он так возбуждает. Кепку? Кто-то? Я выбачаюсь. Ви по темному кепочку переплутали. Дякую. Вибачте. Это моя счастливая кепочка. У меня в ней таки было. Дякую. Сервис бомба. Короче, завтра у вас тут будет куча моих друзей. Обещаю. Все. Я позвоню. Фух. Ничего себе. Три раза сдал анализы. Ну, надо ж так. Ха-ха-ха. Да что получается? Я с ним... Шшш. Получается... Шшш. Как можно было перепутать? Ну, я подумала, что ты какие-то таблетки приняла, и все хорошо уже у тебя. Ну, теперь у тебя тоже все будет хорошо. Завтра друзья придут. А тебя ждет повыше. На троих. Яночка, я сегодня сделал так, чтобы на операции были только вы и я, и больше никого. Олег Петрович, вы такой романтик. Ну-с, тогда начнем. О, какая романтическая музыка. А, зажимчик. Да. Благодарю. А, пинцетик. О, вы такие ребятки. О, господи. Что? Яночка, надо срочно делать вскрытие желудка. Вскрытие? Вскрытие желудка. Где? Яночка, нету времени объяснять. Делайте. Оно не режется. Режьте. Что? Ай-яй-яй. Ну, 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 что там? Что там? Что там? Что там? Непонятно, что? Боже мой, это что-то страшное. Это то, о чем я подумала. Яночка, выходите за меня замуж. Я согласна. Яночка, я самый счастливый человек в мире. Ой, только знаете, мне оно велико. А, простите, как велико. Я выбирал четко под размер. И плюс там гравировка именно. Маргарите в честь золотой свадьбы? Черт, блин. Это не тот больной. Это Михалыч все заготовил, и мы перепутали. Сейчас, секундочку. Алло, Викачка, а скажите, Кужима из шестой палаты никуда не увозили? Сам ушел. Куда? В туалет? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Яночка, надо срочно бежать. Да. Надо срочно бежать. Может быть, не так романтично, но зато по размеру и бриллиантов там побольше. Да, ядя, ядя, заш... А потом зашью. Их, ты посмотри, а? И тут очереди нету. Ну что же за день-то сегодня такой? Так это ж хорошо, что у нас очереди нет. Кому хорошо курицу-то тупорылая? Без очереди никакого общения. Что же я зря новости смотрела? Дубина. Внучка, не обращай на нее внимания. Лучше корвалодчику нам накапай, а? Хорошо, дедушка. Шевелись и давай скорее. Быстрее, дочка, быстрее. Давай, давай. Что-нибудь еще, дедушка? Да, и беруши две штуки. Пожалуйста. Ага. Ну, я готов. Ты готова? Ну, готова, готова. Ну, да, открывай. Ага, давай. Отопление. Отопление 1700 гривен. Тихо, 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 тихо. На, пей, 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 пей. Молодец. Дедушка, а беруши вам зачем? Это не нам, внучка, это тебе. Одевай срочно, потому что сейчас такое начнется. Одевай быстро. Тысяча семьсот гривен за отопление. У меня пенсия полторы. Ироды, сволочи, гады. Сталина на вас нету. Да чтоб вы все попередыхали. Да чтоб вас всех маразм съел заживо. Чтобы вы, гады, в такую страну просрали. Сволочи, подонки, уроды. Сидят. Дереви, дереви. Сидят. 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 Лечу, 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 лечу. Я в морг не хочу. Лечу, лечу. Здрасте. Хирург? Здравствуйте, да. Заходи. Вы ей делали липосакцию? Ээээ, я. В чем проблема? В чем проблема, да? Да. Скотина такая, а? За что? За что? За что? Ну посмотрите, какая красавица. Плоский животик, упругая попка, стройные ножки. А сиськи где? У нее был третий размер груди. А теперь это что? Для развития мелкой моторики пальцев? Ой, а вы извините, пожалуйста. Извините. Это какая-то врачебная ошибка. Мы все исправим. Если не исправишь вот это вот на троечку, а лучше четверочку, я тебе здоровье так расшатаю. Понял? Все исправим. Все исправим. Давай, жду в коридоре. Сука такая. Это у тебя юмор такой? Плоский, да? Что ты сказал? А? Это вероятно врачебная ошибка. Все исправим. Просто, понимаете, она крутилась, ерзала, и так получилось. Мы же спешили. Значит так, если ты из этого двухгорбого верблюда не сделаешь мне обратно мою жилю, я тебе, я тебе эти сиски на лоб пришпанделю, ты понял? Ну, я понял, что исправим. Делай! Делай! На троих! Ну, поехали. Здравствуйте, доктор. Сюда нельзя, идет дезинфекция. А, ну и хорошо. Куда? Дезинфекция идет. Давай, заходи давай. Нельзя сюда. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Нам нужна срочная операция. Как срочная? Срочная операция у нас проводится только за деньги. Деньги-то у нас есть. Просто кто-то любит их глотать, да? Объясните, что случилось? Что случилось? Да вещдоки он сожрал. Вы на секунду отвернулись, он взятку проглотил. Целиком. Ну, привычка. И много проглотил? Да пару тысяч. 25 тысяч долларов. За решение земельного вопроса. Ну, это доктор узнать не обязательно. Ну, что, пускай знает, малыш. Доктор, поймите, такая сумма мечными купюрами у нас одна на все отделение. А из-за этого мы не можем других взяточников ловить. Помогите. Эх, ладно. Давно он проглотил? Ну, где-то полчаса. Ну, 35 минут прошло уже. Ну, теоретически еще не должно было перевариться. Так, ну давайте тогда будем делать операцию. А может, клизму? А, кстати, вам доказательства нужны целые? Ну, конечно. Ну, тогда только операция. А, кстати, он вам живым нужен или... Ну, в смысле, с наркозом делать или без? Конечно, с наркозом. Наркоз у нас платный. Денег нет. Да. Двадцать пять косарей! Можно к доктору соточку всего на анестезию, а? Нельзя! Соточку всего! Это коррупция! Что делать? Ладно, 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 давайте сделаю в долг. После операции оплатите. Так заодно у меня какая-то мотивация появляется, чтобы вы выжили. Ну вот и я. Давайте, давайте, ложитесь. Спасибо, доктор. Я на входе пока рулю. Доктор, там на самом деле двадцать шесть пятьсот. Полторуха можем раздеримать. Разберемся. Заходите, заходите, офицер. Уже почти. Сейчас. Вот она. Вот, держите. Пересчитывать будете? Нет, я видел, как вы их достали. Кстати, вам повезло, что он в пакете глотнул. Так бы не сохранились. О, кстати, это еще что? Документы какие-то? У нас есть копии этих документов, можете их обратно зашить. Ага, хорошо. О, вот еще какие-то документы. О, вот эти файлы. О, вот это интересно. Ага, держите. Спасибо. Так, что это? Что это такое? О, деньги ваши? Нет. Наверное, его. С перепугу, наверное, сожрал. Это, кстати, вам за наркоз. За наркоз маловато будет как-то. А вы покопайтесь в нем еще. Он много чего там сожрал. Когда ворвались, он все, что на столе видел, все съел. Ну, хорошо. Если вы не возражаете. Да, конечно. Немножко покопаемся. Что это? Степлер? Да, это ж... Как ты испугался-то, а? Так. О, чашка. Прикольная. Блин, жалко без моего имени. Ладно. Да ты что ты... О, лимончик. Дезинфекция. Так, что еще? Девушка, здрасте. У меня возврат. Здравствуйте. А у вас чек есть? Нет. Я его скурил. В смысле скурили? Курить хотел, скурил. А что у вас за товар? Вот, пожалуйста, антиникотиновый пластырь, чтобы бросить курить. Так, а что он вам не подошел? И что, инструкцию не почитали? Или вы ее тоже скурили? Да, инструкцию я тоже скурил. Там хорошая бумага мягенькая была. Подождите, какие вопросы к товару? Как это какие вопросы? Вот эти ваши пластыри, во-первых, в них плохо табак заворачивается, во-вторых, их невозможно поджечь. Но я все-таки поджег. Ах, кошмарная химия там просто. Ни хрена оно не тянется. У меня такой кашель был, что я думал, что я сдохну. А зачем вы эти пластыри вообще поджигали? А как их курить? Их клеить нужно. Куда? Рот заклеивать, что ли? Руку. На руку клеить. А, на руку? Да. Ладно, пойду еще раз попробую. На руку. Здравствуйте, я так понимаю, вам памперсы, да? Нет. У меня возврат за презерватив. Вы его тоже курили? Нет. Надувал. А чек у вас есть? Или про... Есть. Вот, пожалуйста. Так, подождите. Так вы его год назад покупали. Что вы хотите вернуть? Ну как? В пачке было три штуки. Один использовал, два осталось. Вот я хотел за использованный. А, вы знаете, лучше оставьте их себе. А когда малышу будет год, вы их надуйте. И будет праздник. Заходите, Луиса Альбертовна. Вы, честно говоря, уже задолбали. Каждую неделю эту инвентаризацию проводите. А я что виноватая, что каждую неделю тут кто-то ворует. Да кто ворует? У меня в отделении никто не ворует. Ой, все вы так говорите. А потом раз-два и утки металлические приходится находить в металлоприемниках. Слушайте, Луиса Альбертовна, вы вот честно говоря меня даже сейчас обижаете. Это я еще не начинала. Ну так начинайте, давайте проверяйте ваши номера. И вы поймете, что у меня ничего в отделении никогда не пропадает. Инвентарный номер 1735. Есть. Ну конечно есть. Кому нужен неработающий телевизор? Так, не знаю кому. Я вам докторишкам не доверяю. Так, 1736. Есть. Ну конечно есть. Две кровати написано. Вот, пожалуйста, в наличии вам две кровати. Так, так, так. Что? Не к чему докопаться. Все, попрошу из отделения. Как раз есть к чему. Где инвентарная точка 1737? А? Где? Какая? 1737. А? Так, подождите. Человеческое название у этого предмета есть? Я завхоз. И все человеческое мне чуждо. Давай ищи мне инвентарную точку 1737. Иначе светит тебе небо в клеточку, а не друзья в полосочку. Так, спокойно, подождите, не суетимся. Что это вообще такое? Я откуда знаю. На учет поставлено вчера. Так, вчера на учет поставлено. Так, что это нам дает? Подождите, что это за хрень вообще, а? Я не знаю, что это за хрень, но чтоб была на месте. Ищи давай, или ты хочешь задобрить тетю завхозом? А? Нет, не хочу, я буду искать. Здрасте. Здрасте, вы если меня ищите, то я в туалет выходил. Мне на анализы, что ли, или что? Слушайте, не до вас сейчас, честное слово. Ну, видите, мы тут процессом заняты. Слушайте, так все говорят. Я уже второй день тут лежу. Когда меня выпишут? Слушайте, поможете найти инвентарный номер 1737. Выпишем, идите на все четыре стороны. Ищите, давайте. Что это? Да откуда я знаю, что это? Ищите, просто ищите. А это что такое у вас, а? Где? О, инвентарная точка 1737. Повезло тебе, докторишка. Это когда вас заклеймили? Я не знаю, наверное, когда был под наркозом. Слушайте, а когда меня выпишут-то? Когда я домой поеду? Ну, видимо, никогда. То есть как это? Ну, вот так. Вы теперь уже не у меня на учете, а у нее на балансе. Так что ждите, когда она на пенсию уйдет. Господи. Так, посмотрим. Так, ну-ка, руки быстро от нее убрал. Кто это такой, а? Это он? Саша, это хирург. Так, мне все равно, кто он такой, как ты его называешь. Как вы сюда попали? И что это такое? Уберите, это операционное. Тут должно быть все стерильно. Я тебя сейчас стерилизую. Саша, это пластический хирург. Я тебе о нем говорила. Господи, простите, пожалуйста, он мне просто очень ревнивый. Да, я ревнивый. Да, ревнивый так. Я буду здесь присутствовать и смотреть, чтобы вы тут ничего не сделали. Ну, это невозможно. Это операционная операция. Простите, поверьте, но я знаю его, он отсюда не уйдет. Ну, ладно, оставайтесь, только отойдите и не мешайте мне, пожалуйста, хорошо? Это моя жена, я сам решаю, решать мне не решать. Итак, я сейчас веду наркоз. Я в трубочку. Так, считайте до десяти в обратном порядке. На меня смотри. Десять, девять и... Хороший наркоз. Ну, приступим. Так, куда? Без рук только давай. Как я проведу операцию без рук? Ах, да, блин, точно. Я просто такой ревнивый, ревнивый. Капец, такой мы когда-то с ней встречаться начали. Я просто с ней гулял и смотрел. Вот кто на нее глянет, я сразу нападал и... Глаз высасывал вообще. У нас полдома одноглазые, понимаешь? Даже на свадьбе у нас только одни бабы были. Вообще никого не было. Я даже батя ее не пустил на свадьбу. Ходил там под ЗАГСом одноглазый. Блин, у нас водитель тоже был. Вот такой вот пират-сильвер. Е-мое, глянул на нее только. И свадебного видео у нас нет вообще, потому что я оператору глаза позаклеивал, чтобы он не смотрел, не ходил, снимал, что попало цветы какие-то. Вы знаете, мне кажется, я смогу вам помочь. Как? Есть один способ. Пожалуйста, помогите. Я очень боюсь, чтобы ее не увели. Просто у меня... Не бойтесь. Поверьте, я сделаю так, что больше вы ее ревновать не будете. Да? Да. Мужчина. Мужчина. Что мне есть? Извините, время принимать работу. Ага. Так. Сейчас снимем повязочку. И вы увидите преображение. Давайте. Так. Раз, два, три. Секунду, это еще не все. Последний штрих. Прошу вас. Вот так. Вот так. Вот тут вот. Все. Прошу. Что это? Это... Это ваша жена. Сашка, ну как я тебе? Ну как я тебе? А? Здравося? Пофигеть просто. Секунду. А как теперь? Доктор, ну и что? Он же сейчас вас убьет. Не волнуйтесь. Не ревнуйте? Да пока непонятно. Попробуйте еще раз. Ревнуйте. Ревнуйте. А где Саша? Убежал. Наверное, за коньяком, чтобы меня отблагодарить. Доктор, я теперь намного симпатичнее, да? У меня теперь губы по губасти, сисьми по счастью, а по-па-па-па-пасти. Не совсем. Но зато теперь у вас совсем не ревнивый муж. Если, конечно, он вернется. Он же тогда еще... Доброе утро. Доброе утро. Чем могу помочь? Ой, что вы говорите такое? Утро было добрым. Последний раз три года назад, когда доллар был по восемь. Чем вы мне можете помочь? Ну, если, конечно, вы не хотите мне навсегда одолжить немного денег. Да нет. Я хотела спросить, какое лекарство вам надо? Ой, вы мне напомнили тетю Цилю с рынка. Она тоже много чего хочет, но торгует на рынке. Короче, дайте мне недорогое успокоительное. Ну, вы же понимаете, что недорогое не значит хорошее. В моем случае, чем оно будет дешевле, тем оно больше будет меня успокаивать. Ага. А вам в капельках или в таблетках? На что вы жалуетесь? Я не могу ходить по городу. В смысле? Ну, в смысле, я иду по городу, а там много магазинов, эти витрины. А когда я присматриваюсь к этим ценам, мне становится дурно. Я поняла. Тогда вот. Самое недорогое. Пластинка валерьянки всего 12 гривен. Стойте. Если я не спрошу, я себе этого никогда в жизни не прощу. Пожалуйста. Можно купить половину пластинки. Нет, пластинка продается только целой. Ну, тогда я подожду. Если вы думаете, что вы подождете и цены снизятся, то вы ошибаетесь. А я все-таки подожду. Здравствуйте. Добрый день. А есть у вас недорогое успокоительное? Ой, а что я вам говорил? Здравствуйте, молодой человек. Здравствуйте. У меня к вам есть небольшое коммерческое предложение. Но если оно выгодное, то я готов вас слушать хоть целый день. Любезнейший, я предлагаю вам купить одну пластинку на двоих. И нам будет в два раза дешевле каждому. Так и можем купить на двоих. А? А можем подождать еще немного и купить на троих. Приятно иметь дело с умным человеком. Слушайте, а что мы будем кого-то ждать? Давайте успокоимся сами и уйдем отсюда бесплатно. Ой, да и как мы успокоимся, когда вокруг такие цены? Давайте вспомним время, когда доллар был по восемь. Ой, какое было время. Вы помните это время? Я был королем. Я был королем. Я был королем. Я ходил вот так. Викуля, на место Сосновского в травму никого еще не положили? Да вроде нет. Вот и не ложите. А почему? Да там такая ситуация неудобная получилась. Пришла жена Сосновского. Устроила скандал. Мол, почему вы не выписываете моего мужа? А я возьми и лякни, что мы его выписали еще позавчера. И? Ну что и? Наверняка она его опять найдет с любовницей. Ему снова нужно будет место в травматологии. Ну цирк, я тебе говорю. Ну что? Потапенко, ты че вскочил? Ты с дубу рухнул что ли? Тебе ж только аппендицит вырезали. Что случилось? Максим Леонидович, я чувствую, что что-то со мной не так. В животе бурлит, что-то постоянно вибрирует и какие-то непонятно странные звуки. Успокойся, Потапенко, тебя отпускает наркоз. После операции это нормально. Иди отдыхай. Ну там странно. Все будет хорошо. Ну как я не знаю вообще мужа. Ксюль. Вот опять, слышите? Е-мое. А я везде ищу свой телефон. Ну надо же, а? Долбанный айфон. Алло. Алло, да, мам, да, да, да. Да все в порядке, просто на безручном режиме. Да, у меня все хорошо. О, кстати, слушай, мам. А вот эти вот котлеты, которые ты делал, это не таков? Слушай, ну такие вкусные, я не могу. О, кстати, кстати, операционную готовку быстрее. Слушай, кстати, телефон Александра Петровича, ты можешь ждать? Отрезать люблю, нарезать люблю. Где я? Не волнуйтесь, мелочек, вы в операционной. А что я здесь делаю? И что вон? Э, а что происходит? Егор Григорьевич, вы задержанный по подозрению в коррупции и присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах. А, почему голова так болит? Вы ее удалились при обыске. А что, я пытался скрыться и попал в ДТП? Нет, когда мы вошли к вам в особняк с ордером, вы были в ванной, а когда выходили, из нее подскользнулись и удалились головой о свой золотой унитаз. А, чертовая железка никому добра не принесла. Так, все, вызывайте моего адвоката и отвезите меня домой. Не получится. Мы привезли вас в больницу для исполнения приговора. Какого еще приговора? Вышло новое распоряжение, согласно которому коррупционеров больше не садят в тюрьму. А что? Ну так и давно пора. Я говорил, что смысла в этом нет. Ну вот посадите вы меня, объявят залог, заплатят за меня залог, я выйду, снова сворую, отдам кому надо, верну залог. Ну вот какой смысл гонять деньги туда-сюда? Полностью с вами согласен. Какой смысл гонять туда-сюда деньги и полицию? Поэтому, согласно новому распоряжению, коррупционерам просто отрезают руки. Как руки? По локоть, как в Азии. Э, вы че, серьезно что-то? Михаил Альбертович, можете приступать. Ага. Эй, отпустите меня, вызовите моего адвоката. Поздно, надо было раньше думать. Не трогай меня, гоновал! Я все скажу, я все скажу, где мои заводы, где фабрики, где виллы, где мои яхты. А вот это очень ценная информация. Вот сюда, пожалуйста, запишите все. Да, можно я диктовать буду. Давайте, диктуйте. Значит так, ферросплавный завод в Бердичи. Проверьте, все ли правильно записал? Да, да, да. Ничего добавить не хотите? Еще в аквариуме с пираниями 4 килограмма бриллиантов. Да. Так, кому, вы говорите, все это принадлежит? Любовницы моей. То есть не вам? Нет, конечно, вы что? Это вот она, вот кто враг государства. Понятно. Ну, распишитесь, что с ваших слов записано верно. Мы это учтем. Ага. Так, операцию разрешают. Михаил Альбертович, можете продолжать? Какую операцию? Подождите, так я же вам все скажу. Все в порядке, наркозик. Просыпаемся. Ах, а где я? Не волнуйтесь, милок, вы все так же в больнице. Мои руки! Обманули. Руки ваши на месте, а вот отрезали мы вам другую часть тела. Какую другую? Ну, вы же сами сказали, что воровали миллиарды для любовницы. Поэтому мы сделали так, что любовницы у вас больше никогда не будет. Вы что сделаете? Не расстраивайтесь, Егор Георгиевич, радоваться надо. Вы же примером будете для всех. Чиновники вас увидят и больше никогда не станут воровать деньги из бюджета. Я хочу в тюрьму. Боюсь, что в таком виде вам там будут рады. Так, девушка, вы что тут устроили? Это не дом свиданий. К нам со своим нельзя. Простите, пожалуйста, но мне очень-очень надо. Это вопрос жизни и смерти. Ну, если касается жизни, то тогда вам придется что-то у нас купить. Хорошо. Давайте очень такое сильное, успокоительное. Волнуйтесь перед свиданием. Есть очень хороший препаратик. Вот. Только там очень важно прочитать инструкцию. А как его принимать? Я как раз вам сейчас прочту инструкцию. Так. Кудин. Значит, принимать по одной таблеточке перед едой. Один раз в день. Один раз в неделю. Препарат пролонгируем на действие. Не мешать с алкоголем. Иначе в этом случае возможны обычные эффекты. Ага. Ага. Окоченение мышц. Интересно. Наборчик такой серьезный. Поэтому очень аккуратно с этим. Сколько он должна? 200 гривен. Ой, возьмите. Тут без дачи. Спасибо большое. Спасибо. Дорогая, я не понял, что это за сюрприз? Я еле это место нашел. Вот оно как значит. Я там работаю, работаю, а вы тут романтические ужины устраиваете, да? Вы не так поняли. Это для вас как бы сюрприз. Я просто обслуживающий персонал. Я удаляюсь. А, а, понял. Саша! В аптеке у нас еще не было. Слушай, а присядь, пожалуйста. Что, что, чего? Ну, пожалуйста, мне нужно... Мне нужно такое что-то, что очень прошлое сказать. Что, что сказать? Присядь, пожалуйста. Ну, давай, говори. Да? Что, что? Саша. Да? Я недавно красила губы. Так, и что? Помада не подошла? Нет. Что? Я красила в машине. Так, так, может... Что? Нет. Давай выпьем. Вымазала мне машину? Давай выпьем. Выпьем? Ну, давай выпьем. Только попробуй мне машину вымазать. Это зашмурняк. Так вот, я красилась в машине и забыла поставить машину на ручник. И, в общем, я ее вдребезги разбила. Скажите, пожалуйста, обо это не сильно страшно? Нет, нет, это абсолютно нормально. Налицо побочный эффект. Я так понимаю, вы дали ему конскую дозу, да? И еще и с алкоголем. Вот вам налицо окоченение мышц. Не волнуйтесь, это пройдет какая-нибудь неделька, и он вернется в норму. Отлично, как раз за неделю отремонтируем машину. А вы, кстати, можете его использовать как инвентарь. Вы его вновь оставляете? Ну, конечно, не потащу же я его домой. Можете там, не знаю, пусть он колер держит или еще чего-нибудь. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Приходите через неделю. Будете держать табличку с рекламой нашей аптеки. Всего недельку. А я вам капельницу с едой поставлю, хорошо? Вкусненькую сделаю вам. Вы знаете, прослушивание классической музыки, оно очень благотворно влияет вообще и на сознание, и на дух. Понимаете? У нас просто магнитофон так барахлит. Работает, как наша техника в больнице. Я понимаю, но вы, понимаете, должны довериться мне в этом. То есть вот эта классическая музыка, она успокоит ваши нервы. Да. Вот представьте, что вы на море. Что чайка села к вам на руку и ласково клювиком щекочет центральный палец. Она не щекочет, она клюет. Ну, попытайтесь, надо классическая музыка. Ну, в самом деле, вот, 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 мы уже начали чувствовать вас, может. Тароми, ты как-то подташнила. Ох, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, проходите. Присаживайтесь. Что вас беспокоит? Это... Что, простите? Полный... У вас со здоровьем уж? Мне кажется, это он. А, синдром Туретта. Я с вами согласен. Нет, сантехник. А. Вик. Это... Вы что, не понимаете? Нет, вы можете объяснить? Нет, они даже не понимают. Нет. Что еще объяснять? А, а, а. Сон и в Африке. Я знаю. Я знаю, это дальнобойщик, который по дороге подобрал какую-то бабочку ночную и сейчас выложит нам свой букет. Хуйщик. Это... Не дальнобойщик. Вы строитель, да? А, 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 точно. Ему на голову упал кирпич. Письмо упал, да? Вы что, вообще... Глаза разуйте. Вокруг вас творится... А что вы... Вот это кто такая? Это медсестра. Это не медсестра, это... Я... Был там два года на стажировке. И вот должен сказать вам, что... Тут у нас полный пи***ц. Я понял, знаете, что... А давайте я вам предложу немного успокоительного. Давайте. Какая странная форма акклиматизации. Акклиматизации. Ты не понимаешь, что ли? Это пи***ц. Она не понимает. Не пи***ц. Ну, вот ты понимаешь, что вот там вот все... Вот... Для людей. Так. Для тебя. Для меня. Для врачей. Для учителей. А для себя? Не пи***ц. И это пи***ц. А у нас? Нет. Никому? Все пи***ц себе. И это полный пи***ц. Подождите. Что у них? Правда, все для людей. А для себя... Пи***ц. Ну, знаете ли, господа, я с вами не согласна. Мне кажется, нужно думать о нашей стране. Знаешь, сколько зарплата у медсестры там? Сколько? Три тысячи. А я здесь зарабатываю больше. А там в евро. Есть. Скальпель. Угу. Угу. Давление? Норм. Как дома? Норм. А у вас? Ай! А-а-а-а! Что ж ты под руку-то, тампон? Зажим. А что, что не так? Там у жены с головой не так. Ревнует меня ко всем. Задолбала уже. А-а-а. Что, повод даете? Если бы. Звони твоя жена, если ты не возьмешь руку, я с тобою разведусь. А если не возьму, так она меня потом задолбет дома. Так вы это, на громкую связь поставьте. Это твоя жена, если ты не возьмешь руку, я с тобою разведусь. А, черт, надо проще пароль поставить. А-а-а! Ты почему телефон долго не брал? Я на операции, дорогая. Ой, знай я твои операции. Уже кого-то в ординаторской препарируешь, да? Анестезия... Анестезия действует? Что? Что там за Анастасия у тебя действует? Ты там с чем? Я с ассистентом. Э-э, зажим. Ты... Что значит, грубже? Дорогая, я на операции. Я позже перезвоню, ладно? А-а-а, то есть я тебе мешаю. То есть я тебе не нужна. Все, развод. Ту-ту-ту. Ага, думал, я трубку положила? А нет, я делала просто ту-ту-ту. Ну ладно, все, кладу. Турдом. Мавр сделал свое дело. Мавр сейчас перезвонит. И это звание твоя жена. А если ты не возьмешь трубку, я с тобой разведусь. Алло, да, дорогая? Ты где? Я все там же, на операции. Рядом со мной ассистент. На столе пациент. Что тебе нужно? Голый. А какой еще? Женщина. Если будешь меня отвлекать, может стать женщиной. Скальпель. А ассистент? Что ассистент? Голый. С чего вдруг он голый? Ага, женщина. Нет. Хорошо, пусть что-то скажет. Ему не до этого сейчас, он занят. Отсос. Отсос. Что ты сказал? Я не тебе, я ассистенту. Успокоилась уже. Нет, я еще больше напряглась. Так, а ну, включи видеосвязь. Женщина, с***. Как вы уже с***ли, честное слово. У меня, п***ь, операция, и я, с***ка, хочу, чтобы она быстрее закончилась. Тварина ты, тупая. Что ж ты звонишь сюда, с***ка, у меня уже нервы начинают. Давай, делай что-то, п***ь. Гомнолятые такие. Так, чтоб через полчаса был дома. А-а-а. Ну, я в руку положила, ага, хрен тебе. Да пошла ты в жопу. Идиотка. А вы куда? Куда, куда, домой. Если я через полчаса дома не появлюсь, она сюда приедет. А-а-а как же... Э, слышь, отцов, ты чего? Продлите наркоз, завтра с утра закончу. Я тебя, б***ь, 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 б***ь. А-а-а, ты чё там делаешь, б***ь, вообще уже, что ли? На троих... Да ладно! Серьезно. Ты чё, серьезно? У тебя год не было секса? Прикинь. О-о-о, даже прикидывать не хочу, не дай бог. А-а-а. Ну, с Новым годом тебя. Очень смешно. А-а-а. Мужчина, что вам? Ай, я еще пока не оценил ситуа... В смысле, не приценился. А, ну, приценивайтесь. Слушай, ну ты же говорила, что у тебя был там какой-то... Ну, со смешной фамилией. Скорик? Ну? Да то не фамилия. То я его так терм называю, потому что я еще не успела, а он уже все. Ой, что там рассказывать? Слушай, а у тебя нет кого-то напряметь? Вот просто, чтобы оскомину сбить. Не знаю, может быть... Может, Серега. Какой Серега? Ну, который к нам приходил компьютер чинить. Да, он ботаник в очках, я таких не люблю. Так, а может, Женька? Женька? Наш сменщик. Ой, это он писклявый. Я уже представляю этот секс. А-а-а! С чайками. Ой, так. Ну что, определились? Почти. Слушай, а если этот, как его... Лешка у меня на денежке был, помнишь? Ой, я так не люблю вот этих с непомытыми головами. Так, ну знаешь, а может, Андрюха официант из пиццерии? Да он дрыщ. Слушай, а ты мне таких предлагаешь, честное слово. Слушай, ну я бы на твоем месте, конечно, ну, тву-тву-тву, не дай бог, но я бы уже, там, знаешь, набросилась бы на первого встречного. Да вот я бы набросилась на первого встречного. Хоть на косого, хоть на кривого. Лишь бы поскорей. Так что, вам, господи. Презервативы мне. Ну что? Даш? Дам. Честно? Ты что, глухой, что ли? Дам. Нет, то я просто ухо простудил. Чест! Чест! Ну что? Едем. Куда? Ну, лучше к тебе, у меня мама дома. Зачем? Ну как? Ну, ты же сама сказала, что дашь. Я сказала, что презервативы дам. Не только глухой, еще и слепой. Презервативы? Что-нибудь еще, молодой человек? У меня все. Это мне уже не пригодится. Мне, пожалуйста, гематогенку и витаминки. Пожалуйста. Спасибо вам большое за все. Такое хорошее. Беру свои слова обратно. И надо в этом деле быть все-таки переборчивой. Дышите. Не дышите. Не дышите. Дышите. Не дышите. Ну, все в порядке. Слава Богу. Марусенька, запишите Александра Михайловича завтра ко мне на прием. Как завтра? Почему завтра? Ну, если у вас не получится завтрак, приходите сегодня вечером. Слушайте, слушайте. Я к вам за два дня уже шесть раз пришел. Вы понимаете? Зачем так часто ходить-то? Молодой человек, вы бы вместо возмущения сказали бы спасибо, что я заботюсь о вашем здоровье. Не, не, ну оно-то вам спасибо, доктор, конечно. Ну, дело в том, что я здоров, у меня ничего не болит. Я просто пришел на профосмотр, а хожусь теперь сюда уже как на работу, честное слово. Вот именно. Это все ради вашего же блага, ради профилактики. Представьте, у вас что-то заболело, а вы уже у меня на приеме. Абрам Маркович, на завтра все расписано, нет свободного окошка. Я записала вас на сегодня на 18.30. Это ради вашего блага. Я надеюсь, у вас получится. Я понял. Хорошо, спасибо, доктор. Заходите. Заходите. Да, не опаздывайте. У меня плотный график. Я понял. Счастливо. Не болейте. Абрам Маркович, а я вот тоже не пойму, зачем вы людей по пять раз в день вызываете? Милочка моя, по-другому. Простой терапевт на рейндж-ровер не заработает. Так у нас же прием бесплатный. Прием-то бесплатный. А вот бахилы... Они-то всегда платные. Вы хотите сказать, что вы на одних бахилах на рейндж-ровер заработали? Ну, почему же на одних? На рецептах тоже. Это как? Так у меня договор с аптекой. Простой рецепт. Обычным, неразборчивым почерком. Бесплатно. А разборчивым сто гривен. Им и мне выгода. Получается, я тоже могу зарабатывать. Обычный укол бесплатно. А вот такой, чтобы не больно, пожалуйста, платите пятьдесят гривен. Марусенька, я всегда подозревал, что у вас есть наши корни. Напомните вашу фамилию. Грицук. Грицук, Грицук. Так вот он и корень. Какой? Цук. Цукерман. Цукерберг. Следующий. Коллега, как вы считаете, желчный пузырь? Надо удалять. Мой профессиональный опыт подсказывает, что других вариантов нет. Согласен с вами полностью. А как вы думаете, вот это покраснение? Ого, это надо убирать. Однозначно. Понял. Вот так. Хорошо. Тихо, тихо, тихо. Виктория, как можно так безответственно опаздывать? Во-первых, я ответственно опаздываю. А во-вторых, слушай, не лезьте в мою чистую совесть своими не дезинфицированными мыслями. Вика, лоб. Саша, нос. Что нос? А что лоб? Промокните. А, поняла, не дура. Пусть я. Мне. А, тут. Пожоньте, 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 пожоньте. Не, ну что вы, ну что вы делаете? Ну кто так режет? Ну кто так режет? Ну вы что? Ну господа. Пожалуйста. Все, 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 ухожу, ухожу. Не, ну канавалы, ну что ж вы делаете? Вы же ее сейчас угробите, да, эти профессионалам? Виктория, в прошлый раз, когда вы так сказали, 8 марта перестал быть праздником. А-а-а, а кто старое помянет, тому глаз. Да, глаз. И что? В сумме два глаза. Понятно. Так, все, хватит шутить. Мы ее сейчас потеряем. Вот я говорю, потеряете вы сейчас. Потеряете, может вы, может вы мне что спросите, Виктория, Сергей, пожалуйста, помогите нам. Виктория, Виктория, давайте сюда бокс. Только аккуратно. Так, я всегда аккуратно. Хорошо. Виктория. Тихо, 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 тихо. Аккуратнее быть не может. Вот, пожалуйста. Так, вот, вот так. И туда еще, вот туда, сбоку, сбоку еще. Виктория, а можно и я? Подождите. Ну что, коллега, как считаете, срастется? Мне кажется, вполне. Отлично. А можно и я? Можно и я? Можно и я облочко, и я засуну? Так, засовывайте. Спасибо. Да, и зашивайте здесь. И давайте быстрее ждем вас в ординаторской. Потому что, действительно, день медика, а мы еще не в одном глазу. Не все, конечно. Ладно. Виктория, давайте аккуратнее. Я профессионал в этом деле. Я лучше знаю. Как я подразнесу прям. На троих. Так, 357. Ну убери, ну ты же... 357. Здрасте, девочки. Добрый день. Да. Это такой деликатный вопрос, как бы. В общем, у меня свидание, сидя с девушкой, такая красивая. У меня в жизни таких не было. Прям вот, ну, четвертый размер. Тут вот, ну, как у бразильской танцовщицы. Можно бокал пива поставить. Ну, вот... Так, мужчина, вы пришли сюда похвастаться или поиздеваться? Да не, не, я это... В общем, понимаете, хотелось бы, как бы, удивить ее как-то этой ночью. Может, посоветуете что-то? Да, советую вам купить активированный уголь. Да? А что с ним делать? Ну, представьте, у вас романтическая ночь. Вы там, у вас уже, как бы, шуры-муры, муры-шуры. Вы уже вот в процессе. И тут, и сзади кармана достаете активированный уголь. Вот она удивится, да? Девушка, ну, что вы говорите такое? Мне нужны презервативы, чтобы она запомнила эту ночь и не забыла никогда. Ну, возьмите вот эти, попробуйте. Это хорошие? Нет, это ненадежные. Но зато она никогда не забудет вот эту ночь. И в ЗАГСе не забудет, и потом, когда в роддоме будет, не забудет. И потом, когда малой пойдет в школу, вы будете все это оплачивать. Она будет вам вспоминать эту ночь до конца жизни. Девушки, ну, вы вот прикалываетесь. Мне серьезно нужна помощь, ваш совет. Какие лучше взять презервативы? Да откуда мы знаем, какие лучше брать? Мы, когда товар принимаем, мы его не обязательно должны пробовать. Понимаете? Понимаю, понимаю, но, может, ты как-то из личного опыта поделитесь? Ну, если из личного, то мне очень нравится с усиками. А мне с усиками не нравится, потому что она там так щекотала, так щекотала, что я весь акт ржала. Так, понятно. У твоего такой же там только ржать. Нет, я не знаю, это ты как-то сказала, а я что-то как-то запомнила. Нет, вы, может, не поняли, мне надо так, чтобы она удовольствие получила, а не ржала всю ночь. Попробуйте вот эти. Клубничный экстаз. Вот мне тоже они понравились. И пахнет клубничкой на вкус. Да, действительно, пахнет клубничкой. Спасибо за помощь. Держите. Все, до свидания. Удачи. Спасибо. Вот это не 20 сантиметров. Это в диаметре. Здрасте. А шо вы так быстро вернулись? Шо, не подошли? Подошли. Мне подошли, а вот ей нет. У нее аллергия на клубнику. Сыпь пошла, сопли, слюни, чихать начала. Короче, забрали ее на скорой. Ого, а вы шо? А я шо? А я таблетку-то уже принял. Так что, девочки, вы мне эту хрень продали, вам и расхлебывать. Я замужем. Что ты орешь? Нормальный мужик? А действительно, что это я? Идемте. Идемте. Спасибо. Вито, с таксусиками давать? Извините. Да, поражать хочу. Ага, спасибо. У вас аллергия нет? Ого! Да, и шо? Вот где два сантиметра в диаметре. Давайте только побыстрее. Перед тем, как я официально зарегистрирую ваш брак, я обязан спросить у вас, невеста, является ли ваше желание выйти замуж за этого человека искренним и свободным? Да. Хотели ли бы вы плыть с ним на волнах любви по океану под именем Жизнь? Да, да, я согласна, я согласна ее. Теперь жених. Жених. Теперь жених. Эй, жених. Жених! Стой! Подожди! О-о-о-о! Слышали? Я вам сказала, что не-а-а! Все, согласен. Ну что ж, молодые, ну что ж, разные, можете обменяться кольцами. Все, пожалуйста, смотрите, оп, был свободный, стал счастливый. И я, секунду, секунду. А-а-а! Ну что ж, властью данной мне, тюградинским джаксом города Сан-Зирь, объявляю вас. Мужем и... Женой. Да! 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 У-у-у-у! Да, 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 дедуля! Я тебя поцеловала, да не хочется! У-у-у! Спасибо огромное за поздравления и за соболезнования. Да, я оскорблю вместе с вами и буду скорбить, буду скорбить еще долго и нудно в своей трехкомнатной квартире! Спасибо тебе же я. С вами все в порядке? Дайте, пожалуйста, ладный. Да, конечно. Пожалуйста. Я, примите мои глубочайшие соболезнования. Спасибо. Степан Кузьмич был прекрасным человеком и прекрасным пациентом. Да. Да. Полностью с вами согласна. Он... Он... Он такой... 102 года все-таки человеку было. Причем 10 лет этой прекрасной жизни он провел вместе с нами в нашей больнице. И... Можно сказать, что мы так же, как и вы, лишились кормильца. Жаль. Очень жаль, что мы не поженились раньше. Да. Я не успела насладиться этим прекрасным человеком. Да. Осталась только светлая память в виде трехкомнатной квартиры. А так, конечно, очень жаль. Кстати, насчет светлой памяти. Вот, пожалуйста. А что это? Чики. Это за пребывание Степана Кузьмича в нашей больнице. Вейпи-палата, питание, обслуживание, медикаменты. Ого! Ну, для вас это ого, а для главврача это всего лишь трехкомнатная квартира в центре. Ага. Ну, что вы, что вы, не убивайтесь так, не надо. Я вам так по секрету скажу. А, в 46-ю палату сегодня завезли Николая Андроновича. Милейший миллионер. Долларовый миллионер. Жаль, что ему осталось неделю-две. Неделю-две? Я успею. Да. Пожелайте мне удачи. Примите мои соболезнования. Ага, ага, скорблю-скорблю. На краях. Представляешь, говорит, увеличить мне грудь. Но я увеличил. А она на меня орет. А знаешь, что орет? Потому что грудь такая, как у Таньки. Понимаешь? Подожди, ты же и Таньки делал. Вот. Я же ей так и сказал. А она на меня орать еще больше. Я говорю, слушай, ну давай я тебе сделаю грудь такую, как у Ленки. Смешно. Тебе смешно. Ну, правда, она, наверное, не смеялась, да? Она вообще не смеялась. Орала еще больше, понимаешь? А недавно говорит мне, слушай, а давай мне сделаем липосакцию. Ага. Понимаешь? Ну, подожди, вы же месяц назад только делали. Я про это ей говорю. Или нельзя так делать часто липосакции? А она опять, давай орать на меня. Вот такая башка уже. Вот че, че бабы орут-то, а? Объясни. Ну, знаешь, у меня была одна медсестра, вот она орала. Да слушай, нет, ну подожди. Я сейчас не про секс вообще. Ага. Понимаешь? Я не знаю тогда. А недавно заявляет мне, мы, мол, с тобой никуда не летаем. Как? Вы же неделю назад из круиза вернули. Да. Да. Ну то же мы не летели, а плыли. Понимаешь? А ее не волнует то, что этот круиз стоит так, что можно было маленький самолетик купить. В смысле что? Билеты на круиз стоят как самолет? Да нет. Мы ж в круизе яхту купили. Зачем? Нужно было в аренду взять. Так мы взяли ее в аренду. Просто кое-кто говорит, давай я тебе покажу, как надо правильно яхту к пирсу парковать. Так, блин, там, блин, весь причал ржал с этого. Еще и на телефон это все снимали и в интернет повыкладывали. Погоди, этот ролик, орущая дура, жена на мужа разбивает яхту о причалы, это про вас? Да. Это про нас. Капец. Да, блин, и чего вот орать? Ну, чего орать все время, а? Ну, знаешь, как говорится, чтобы жена не орала на мужа днем, нужно, чтобы она орала ночью. Она и ночью орет. Ну вот. Куч, какая-то компенсация. Да я сейчас вообще не про секс. Просто орет. Ты понимаешь, все ее не устраивает. Блин, то грудь увеличит, то уменьшает, то губы поменяет, то нос исправь, то и ходить не в чем, то и летать некуда, то и ездить не на чем, то ей нечем пахнуть. Понимаешь, постоянно какие-то, блин, неудобства. Все ей не нравится. Понятно. Орет и орет. А теперь я тебя понял. Так. Ну, все. Ну, как тебе нравится? Ты знаешь, мне кажется, немножко переборщили. А мне нравится. Да. Ну, посмотри. Ну, не знаю. Любимая, просыпаемся. Ну, Верей, красота. Как себя чувствуете? А? 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 Вообще звук одет. Не волнуйся, не волнуйся так. Желудок мы тебя тоже меньше сделали. Так что будем через нос тебя кормить. А что-то в этом есть. Да. Знаешь, симпатично даже как-то. Угу. Конечно, в сексе на одну опцию меньше стало. Но это не страшно. Ничего страшного. Не страшно. Красота. Любезнейшая, разрешите к вам обратиться. Здрасте. Будьте добры, если я, конечно, вас не отвлекаю, презентовать мне, если, конечно, не дай бог вам не сложно это сделать, за умеренную плату... А, что-то от кашля. Есть один фиропик. Есть один фиропик замечательный. Мне поможет сироп от кашля. Тем более, если он не на спирту. А, поняла. А, что ты? А, что ты? А, что ты? Я боюсь, мазь мне не поможет. А, мне кажется, я догадываюсь. Танюша, принеси-ка новую мазь для век. Ну, прошу. Богиня фармацевтического щега, позвольте обратиться к вам к простому смертному. Я вас слушаю. Возможно, вы точнее услышите просьбу уставшего от тяга судьбы человека. Дело в том, что мазь вряд ли поможет мне наладить мое внутреннее равновесие. Вы знаете, это прекрасная мазь, я сама ею пользуюсь. Ну, давайте, может быть, крем вам предложить? Много крема. Чарующая моя, давайте продолжим диалог с вами. Ага. Вынужден отказаться от сиропа и от мази, так как меня гнетут более тяжкие муки. Я вас не понимаю. Так а что тут непонятно? Ну, сразу же понятно, что его беспокоит. Горло, да? Горло беспокоит. Наверное, хронический ларинготрохит? Нет. Нет? Гораздо глубже. Геморрой. Ну, не так глубоко. Сердце! Душа. Ой, вас, наверное, бросила девушка, и вам надо выговориться, правильно? Да, черт возьми, меня бросила девушка. Мне нужен спирт или боярышник. А у нас такого нет. Вы уже раскупили. Что же вы мне голову морочите-то, а? Что же мне, аптекарь еще? Вы что, не видите, что мне тяжело подбирать слова? И можете помочь человеку. Вы и аптекари, вы палачи! Сатрапы и жирки. 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 Отлично. Хорошо. Чуть-чуть послабее. Вот так. Ну, что ж, поздравляю, коллега, с успешным завершением операции. Да нет, спасибо вам огромное. Без вас бы я этого не сделал. Я требую поднять зарплату врачам и учителям. Скажите, в этом состоянии бред это нормально? А, во всем чиновникам я требую понизить зарплаты в 500 тысяч раз. Ничего страшного. Сейчас бред пройдет. Сейчас выйдет наркоз, и все остальное. Это не мое, это вы не докажете. Это не мое, это... Нет, это не мои машины, и на них... Это тещи-тещи машины. Теща любит скорость. А, кстати, кем он работает? Ну вы что, это же зам-зама того. Кого того? Коллега, ну вы в нашем городе новый мост видели? Нет. Вот. А он зам-зама того, кто этот мост видел. Да, и более того, тот, который убеждает нас всех в том, что он есть. Значит, я ответственно заявляю, все, что мы делаем, мы делаем для людей. Да-да-да-да-да-да-да. Мы знаем этих людей. Более того, мы их видим перед всеми выборами на бигбордах. Где? Вы в больнице, не волнуйтесь, в операционной. Все в порядке? А, как вы написали, что за операция? Как же? Мы вам делали пластическую операцию. Вы же сдали всех своих подельников и всех своих начальников. Мы вам сделали пластическую операцию, чтобы вас просто не... Вы понимаете. Что? Простите моего коллегу, он шутит. А вы бы так не шутили, а то еще инфаркт хватит. Все нормально, я проверил. Рефлексы есть, все отлично, значит, наркоз уже вышел. А я вспомнил. Вспомнили? Вспомнил, да. Вы мне делали операцию, ну, по... Оно прошло успешно, я вас поздравляю. Очень хорошо. Это же получается, я теперь смогу в два раза больше брать, правильно? Ну, делиться с кем надо, конечно, тоже смогу. А еще смогу сразу в верховной радио четыре кнопки нажимать. А могли бы пошевелить ручкой? Какой? Да любой, в принципе. Да могу. Так, тут, тут. Есть, чувствуете? Да, да, да. Есть, чувствуете? Хорошо. Есть, есть. Отлично. Все, так, замечательно. Все чувствую. Хорошо. Слушайте, спасибо. Спасибо, спасибо вам огромное. Ну, спасибо. Спасибо, как говорится, в халат не покладешь. А, понимаю, понимаю. Держите, держите. И еще раз спасибо, спасибо. 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 Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Слушайте, думаю, прям красавцы. Аплодисменты приготовились. Красавцы. Вы такие умнички.